И сегодня уже по традиции символично в День Конституции свой первый паспорт в торжественной обстановке получили лучшие школьники страны. Для ребят это первый шаг в самостоятельную и осознанную жизнь. Все герои репортажа знают свои права и обязанности как гражданина и понимают причастность к развитию нашего социально ориентированного государства. О важном этапе в жизни юных белорусов расскажет Светлана Чернова. Им аплодировал овальный зал Дома правительства. Сегодня здесь лучшие школьники Витебского региона получали свой главный документ гражданина Беларуси. Символично в День Конституции страны. Эмоции переполняют. Такого масштаба не ожидал никто из ребят. Я не ожидал, что это придет в настолько торжественной атмосфере. Я даже не мог себе представить, что мы пойдем в Дом правительства. Нам в палате представителей будут вручать наши первые в жизни документы, наши паспорта гражданина Республики Беларусь. Лена Анастасьева, ученица 8 класса Мазаловской средней школы Витебского района, после торжества в Куларах поделилась своим пониманием, какой вклад может и должна сделать молодежь в развитие своей страны. Молодежь должна, естественно, хорошо учиться. У них должны быть свои собственные достижения, которые в будущем помогут стране для ее развития дальнейшего. То есть это могут быть какие-либо продвижения в сфере науки, творчества. Сегодня акция «Мы граждане Беларуси» собралась здесь в Доме правительства и студентов журфака БГУ. Обсуждали Конституцию. Для будущих работников СМИ важно не просто впитать в себя конституционные нормы, но и умело применять их на практике. Ребята говорили о том, почему так важно сохранить фундаментальные ценности, историческую память и правду. А еще делились мнениями, как отстаивать суверенитет Беларуси и успешно развивать социально ориентированное государство. Наши СМИ делают все возможное для того, чтобы показать реальный уровень государства нашего, что мы делаем все, мы справляемся со всем. Мы же журналисты, мы бываем везде всегда, мы знаем все, что происходит в нашей стране. Мы сегодня ответственны за развитие нашей страны, за дальнейшее развитие страны. И очень важно, чтобы молодое поколение впитало в себя и весь опыт предыдущих поколений, и сформировало свои ценностные ориентации и свое видение, какой должна быть Беларусь и чем они, как молодые граждане, могут участвовать, какими посылами созидать суверенную, мирную, независимую и процветающую Беларусь. Кому-то сегодня довелось получать первый главный документ гражданина страны из рук министра образования. В столицу прибыли 15 учащихся разных регионов Беларуси. Почетно, ведь успехи в учебе для многих из ребят стали отправной точкой для участия в торжественной церемонии. Каждому в подарок государственный флаг и издание «Родина моя Беларусь». Для меня это станет памятной датой. Буду помнить, что в этот день мне вручили паспорт, что я стала гражданином Республики Беларусь. Яркие номера в исполнении лучших коллективов города и звуки знаменитого полоцкого органа. На торжество в Софийском соборе собрались 26 юных жителей города. Повод тот же. Теперь в их руках первый в жизни документ – паспорт гражданина Беларуси. Поздравить ребят с таким знаменательным событием пришли представители власти, ветераны, люди, чьим трудом славится Полоцк. Быть гражданином Республики Беларусь – это большая честь и ответственность перед обществом, перед своим собой. И я принимаю это звание, обещаю с достоинством нести его, своей учебой, трудом. Для меня это, безусловно, волнение, потому что праздничный день. Мы – будущее нашей страны. Мы отвечаем за то, что будет в нашей стране. Мы сделаем все для того, чтобы наше завтра было лучше, чем вчера. Молодежной акцией присоединилась и Могилевская область. Напутственные слова и поздравления для тех, кто официально вступил во взрослую жизнь. Я являюсь полноценным гражданином Республики Беларусь. А гражданин – это, прежде всего, патриот своей страны. Это человек, преданный своей родине. Я долго готовилась к этому дню. Я сегодня встала раньше, чем обычно. Все-таки сегодня вручают паспорт гражданина Республики Беларусь. Я сегодня им встала. Как итог сегодняшнего дня – мероприятие у Стеллы «Минск. Город-герой». Депутаты, представители госорганов, трудовые коллективы и молодежь. Более тысячи человек возложили цветы у архитектурно-скульптурного комплекса. После участники церемонии зачитали преамбулу Конституции, а также исполнили гимн в сопровождении оркестра. Беларусы чтят историю и никому больше не позволят нарушить мир на своей земле. Светлана Чернова, Ольга Масловская, Виктория Шаркова и Андрей Ястребов. Агентство теленовостей.